Поэтому берите лязаньи, набирайте вкусняшек. Сегодня поговорим с вами обо всём и ни о чём. Ну, поехали. В общем, пока настраивала камеру, уже забыла всё, о чём хотела поговорить с вами. Не люблю я ведь этот процесс. Я опять в джемпере, потому как у нас опять весеннее-осеннее лето. Кстати, да, уже лето. Ну, если можно его так назвать, конечно. Потому как этим летом приходится обраться чаем, кофе, какао. В общем, всем тёплым, вкусным, горячим делом. Я человек от погоды зависящей, и мне вот главное, чтобы было солнце. Когда есть солнце, хочется жить, хочется творить. И к человеку творческому мне это очень важно. Поэтому как-то вот нет у меня настроения. День недели назад я снимала видеоотчёт о лимонном джемпере, который я связала деталью. Я снимала видеоотчёт о процессе, о проекте лимонном. К моём проекте лимонное мороженое, ну так я его назвала, о джемпере лимонного цвета. И очень медленно у меня идёт этот процесс, очень медленно. При том, что этот процесс у меня идёт один. Этим проектом я занимаюсь уже, наверное, месяц. Как-то очень медленно. В общем, я его распустила, начала вязать заново, сделала новые расчёты. Ну, заодно решила освоить анатомический реклам. Я распустила его полностью-полностью, перевязала. Всё у меня там из-за горловины накрылось. Эта пряжа очень плохо держит резинку. В этот раз у меня с горловиной тоже, не знаю, я перевязала её. Я её переделала в этот раз платочной вязкой. Ну, не знаю, как получится. Это тоже как-то она мне пока не очень нравится. И накосячила я немножко с линией рекламы сзади. Когда уже у меня перестали идти прибавки, линия рекламы, она в цельное полотно у меня превратилась. То есть она исчезла. И как-то это некрасиво выглядит. Надо будет примерить. Вряд ли я уже буду перевязывать третий раз. Хотя, не знаю, всё, может быть. Я вообще на визуальном ютубе. Я смотрю у девчонок сейчас такой прям подъём творческий. И куча идей. Но у меня, к сожалению, почему-то не так. Я хочу охватить всё. А в итоге ничего-то не получается делать до конца. То есть я, получается, распыляюсь везде. Какой-то, в общем, у меня, возможно, творческий кризис сейчас. То же самое касается и ютуба. Не то, чтобы мне лень снимать. Я просто не знаю, о чём снимать. Вроде бы и идеи есть. Но как-то мотивации мне не хватает. Вчера была на вебинаре довольно известных практикующих психологов. И тема вебинара была, как доводить начатое до конца. И сделала я вывод, что плохая у меня мотивация. Когда задали вопрос, что мешает доводить начатое до конца или даже вообще что-то начать. Большинство людей писали лень. Но лень это отмазка. Под ленью скрывается что-то ещё. А что-то ещё в основном это плохая мотивация. И был приведён пример состояния влюблённости. Вспомните себя в состоянии влюблённости. Хочется быстро всё сделать, переделать, быстро всё закончить. Откуда-то берётся эта энергия. То есть у вас есть мотивация. Мотивация встретиться с этим человеком. Быстрее закончить все дела свои. Отсюда берётся энергия. Значит, у вас плохая мотивация. Если у вас нет энергии. С этим у меня вечная проблема. Мне кажется, я настолько ленива. Кажется, я была плохо замотивирована. Но чтобы это видео не переходило в разряд депрессивных. Давайте поговорим о чём-то приятном. И у меня появился, наконец-то, фотофон. Но мне нужно его ещё дооформить. С одной стороны, он у меня будет светлым. С другой стороны, он будет тёмным. Светлый я хочу либо оставить под натуральное дерево. Неокрашенное натуральное дерево. Либо же сделать его белым. Тут я ещё подумаю. Хотя белым можно сделать фотографии и на ватмане, и на каком-то другом белом фоне. Его ещё нужно доработать. Ну, то есть придать ему тот вид, который я хочу. Обязательно этим займусь. Я обожаю что-то мастерить. Как он пахнет, девчонки. Это чисто сосновый. И эти смолы, ну, просто, короче, ароматерапия. Ещё хотела спросить вас о том, что мотивирует вас снимать видео на YouTube. Мне, например, интересно смотреть на количество просмотров. Что это кому-то интересно. Что прибавляются подписчики. Хотя это не сама цель. Наверное, самое важное, что это кому-то интересно. Как вы успели заметить, на моем канале есть видео о косметике и вязании. И рецепты. Я сейчас ищу себя. Что мне интереснее. Что интереснее вам. Чтобы как-то наши свои интересы пересеклись. И на данный момент я ищу себя в этом. Поэтому я ещё чётко не определилась с тематикой. Но, скорее всего, это будет вязание. Душа больше к этому лежит. Необычная для моего канала. Немножко странная и немножко ни о чём получилось видео сегодня. Но и такое тоже бывает. И такое какое-то у меня сегодня расслабленное настроение. Захотелось бы с вами сегодня вот так вот просто поболтать. Чашечка чая. Кстати, это моя любимая чашка с овцой. Может, это Мерносик. Кстати, опять же вязальная тема. Ну, куда её денешься. Без неё никак. Вот такого формата видео они тоже, наверное, нужны. Чтобы немножко переключиться. И, возможно, у меня скоро появится творческое вдохновение. Если есть желание, поддержите мой монолог в комментариях. Пообщаемся с вами обязательно там. Хочется, вот знаете, что-то поменять. Чего-то нового хочется. Этот фон меня просто уже достал. Для квартиры у нас мест дислокации особо не поменяешь. Потому что здесь хороший свет. Но здесь ракурсов немного совсем. Два, наверное, или три. Поэтому... В общем, такое сумбурнейшее видео у меня сегодня получилось. Пишите комментарии, задавайте вопросы. Пишите комментарии, задавайте вопросы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры создавал DimaTorzok